Здравствуйте! На канале ВКТ время новостей в студии Инга Габеш. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Ставка на взаимовыгодный союз. Министр иностранных дел России встретился в Сочи со своими латиноамериканскими коллегами. Сочинские аптеки торгуют смертью. Места, где препараты наркомана можно купить без рецепта, выявили в ходе рейдов. Особый противопожарный режим в Сочи снят. Но на очереди паводки Управления гражданской обороны готовятся к зиме. Детям турнир, взрослым почет и уважение. День Центрального района отметили в Сочи. Вести бизнес должно быть удобно в любом уголке России. В стране создадут единые правила работы между властью и инвестором, заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, который прошел в Ярославле. Говорили о том, как повысить инвестиционную привлекательность в регионах. Президент заявил, что ситуация в субъектах, когда условия для бизнеса разные, неприемлема. Например, в двух соседних субъектах сроки выдачи разрешения на строительство могут отличаться годами. В каждом субъекте федерации должны быть подготовлены свои региональные дорожные карты. В течение 2017 года их необходимо реализовывать в полном объеме. Такой работой должны будут предметы заниматься специально созданные в каждом регионе проектные офисы. По сути, мы должны создать единое высокое качество деловой среды на всей территории Российской Федерации. В консультативную группу на заседании президиума Госсовета вошел губернатор Краснодарского края. Регион уже третий год подряд удерживает седьмую строчку в национальном рейтинге инвестиционного климата. Опыт Кубани в оказании госуслуг в электронном виде использовали при разработке целевых моделей по привлечению инвестиций и в другие регионы. Безбарьерная среда сегодня – это самое основное, что влияет на инвестора, заходить или не заходить в регион. Даже наш внутренний инвестор оценивает возможность гарантированно и безопасно разместить свои инвестиции, свои средства. Барьеры, чиновничьи барьеры, фискальные барьеры, контролирующие барьеры – это все в совокупности то, что составляет проблему, над которой надо работать. Здесь персональная ответственность каждого руководителя. И фискальные структуры, и контролирующие структуры, и властные структуры, неважно это администрация края или муниципальное образование. Если вот такие искусственные препоны, барьеры будут создаваться, вплоть до уволения с должностей, об этом сказал сегодня президент. За последний год в Краснодарском крае серьезно изменили подход в работе с инвесторами. Упростили процедуру получения налоговых льгот. Создан региональный центр поддержки предпринимательства, работающего по принципу одного окна. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня свой рабочий день провел в Сочи. Здесь он встретился с расширенным квартетом министров иностранных дел Силак, сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. В переговорах в Сочи приняли участие министры иностранных дел Доминиканской республики, республики Эквадор, Содружества Доминиканы, республики Эль-Сальвадор и Никарагуа. Министры обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, туризма, а также общественной безопасности, борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Также в числе обсуждаемых проблемы минимизации последствий глобального изменения климата. Сегодня между странами Силак и России было подписано заявление, в котором были конкретизированы основные направления сотрудничества. Диалог в таком формате, Россия-Силак, это важная составляющая нашего внешнеполитического курса на латиноамериканском направлении. Мы заинтересованы видеть Латинскую Америку сильной, политически сплоченной, экономически устойчивой. И видим, что этот регион уже утверждается сегодня в качестве одной из основ формирующегося полицентричного мироустройства. Страны сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна считают Россию партнером с большим потенциалом. Это взаимодействие, которое направлено на улучшение благосостояния наших граждан. В следующем году мы продолжим наши встречи, а сегодня признательны за организацию встречи на самом высоком уровне. Также в числе приоритетных направлений сотрудничества отметили, в ходе встречи остается подготовка кадров. Так, краткосрочные курсы повышения квалификации на базе учебных заведений системы МИД России уже прошли свыше 700 специалистов из стран Латинской Америки. Ну и добавлю, что Сочи уже становится традиционной площадкой для рабочих встреч по линии Министерства иностранных дел страны. Так, в июле Сочи принимал министров из 12 стран, участниц организации Черноморского экономического сотрудничества. Сочинские аптеки торгуют смертью. Лекарственные препараты с наркотическим воздействием продают в двух десятках аптечных учреждений. Все они выявлены участниками рейдовых групп. По итогам работы полицейских и общественников в городе состояло заседание антинаркотической комиссии, на которое глава города заявила о создании нового управления в Сочинской мэрии. Продолжит Татьяна Говоркова. Лирика – самый распространенный наркотический анальгетик. Именно с него начинается зависимость к наркотикам, отмечают знатоки, то есть сами наркозависимые. А приобрести эту самую лирику сегодня можно в аптеках. Провизоры с разрешения своих работодателей продают эти таблетки без рецепта. В этом зале находятся и те, к сожалению, они с нами находятся пока в нашем зале, а вот те, кто торгуют этой смертью, мы должны понимать, это наши враги. Говоря же юридическим языком, такие фармацевты – правонарушители, поэтому и наказание им грозит по статье. Статьи там, соответственно, очень тяжкие, от 8 лет и выше. Поэтому мы всех предупреждаем, руководители и аптек, что 234-го уголовного кодекса несет уголовное наказание и лишение свободы. Число сочинцев, употребляющих аптечные наркотики, составляет 20% от общего числа наркозависимых, а 70% преступлений в Сочи совершены под воздействием наркотиков. И это, отмечает Анатолий Пахомов, чрезвычайная ситуация. Ко всему прочему, в городе упразднена служба наркоконтроля. Но глава города принял решение возобновить работу ее сотрудников. Профилактическая работа, она должна стать еще более значимой. И эту профилактическую работу на себя забирает администрация города. Я благодарен Александру Викторовичу, который здесь присутствует. Александр Викторович был руководителем нашего сочинского наркоконтроля. Теперь он будет возглавлять у нас управление профилактики администрации города. Мы эту работу профилактическую во взаимодействии с правоохранительными органами и оперативную продолжим. И думаю, что будем это делать еще с большим усердием и добиваться более качественных результатов. Потому что это самая страшная беда в городе. Работать Александр Петухов будет в статусе заместителя главы города. Присоединились к властям Сочи в вопросах борьбы с наркозависимостью и распространением наркотиков и члены Всероссийского общественного движения «Антидилер». Это не безразличные граждане, которые приглашают в свои ряды таких же неравнодушных сочинцев. Одна из задач активистов – снижать уровень продажи запрещенных веществ без рецептов в аптеках. Первый шаг в этом направлении, когда человек начинает употреблять, как раз-таки вот такие аптеки ему помогают сделать. Всего несколько таких крупных сетей, которые отравляют целый город, и об этом нельзя молчать. В этом большая опасность. То есть человек в белом халате, когда продает такие вещи, это, я считаю, даже более опасно, чем те, кто делают закладки, потому что они втягивают как раз-таки. И детей в том числе, вот мы сейчас услышали. И во многих регионах уже много смертей от клирики в том числе. Поэтому не надо к ним относиться, как ни к наркоторговцам. Опасность аптек многие недооценивают, уверены общественники. Для контроля нарушителей закона в белых халатах они уже создали и народную дружину. Сами же коллеги таких правонарушителей предложили лишать лицензии аптеки, находящейся в черном списке. Администрация города, в свою очередь, уже запланировала ряд встреч с молодежью. Ребятам не только расскажут, но и на примерах из жизни покажут, на какое нелирическое настроение настраивает та самая лирика. Фильм основан на реальных событиях. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. А сегодняшнего дня в Сочи стартует второй этап всероссийской профилактической антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, произрастания наркотических растений, если у вас есть предложение по повышению эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых, обращайтесь по указанным телефонам. На ваши вопросы ответят и руководители отделений наркоконтроля УВД, и врачи наркологического диспансера, и специалисты районных администраций. Конфиденциальность гарантируется. Особый противопожарный режим на территории Сочи снят. Но это не значит, что меры противопожарной безопасности будут ослаблены. Напротив, усилены подготовительные мероприятия и по другому направлению. Сейчас наступает новый опасный период – Паводковы. О том, готовы ли силы и средства Управления гражданской обороны к работе зимой, первому заместителю главы города Мугдину Чермиту сегодня доложил начальник Управления гражданской обороны Владимир Кондратенко. В докладе отмечено, что за 9 месяцев зарегистрировано в Сочи 195 пожаров, в них погибло 11 человек. Травмы получили 14, спасено и эвакуировано 663 человека. В ходе рейдов выявлено более 3000 нарушений требований пожарной безопасности. Но несмотря на то, что особый противопожарный режим с 1 ноября снят, расслабляться рано. Не заканчиваются у нас, к сожалению, пожары в домах, в жилых домах, чаще всего в индивидуальных жилых домах. Поэтому эту тему надо брать тоже на особый контроль. Кроме этого, надо предпринять все меры для того, чтобы противопаводковую ситуацию упредить. Это расчистка русел рек, подготовка техники, людей, снаряжение. Поэтому надо держать эту ситуацию под постоянным контролем. Как вести себя в период подъема уровня рек в Сочи знают 137 тысяч человек. Информирование проводилось в консультационных пунктах. Было проведено 23 командных штабных учений, 9 комплексных, 46 тренировок и 3 тактико-специальных учения. В их рамках отработаны практические мероприятия, связанные с сезонными рисками. Сила средства сочинского звена территориальной системы оставляет 1065 человек, 388 единиц техники, в том числе первого эшелона 117 человек и 53 единицы техники. Они находятся в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации. Это спасатели различного уровня, такие как федерального уровня, краевого, муниципального, а также объектового уровня. Это нештатное аварийно-спасательное формирование. В настоящее время поводка ситуации у нас в норме. Было также отмечено, что сотрудники управления гражданской обороны находятся в постоянной готовности к ликвидации последствий ЧИС. В конце года принято закрывать старые долги. Сочинские энергетики дают такую возможность всем потребителям, у которых есть незавершенные договоры технологического присоединения. Как завершить эту процедуру в рамках закона, избежав судебных исков и прочих неприятных последствий, готовы проконсультировать специалисты. Договор технологического присоединения считается незавершенным, если обязательства по нему не выполнены одной из сторон. Заключая соглашение, его участники берут определенные обязательства. К примеру, энергетики должны построить сети, потребитель произвести оплату, установить прибор учета в точке подключения и прийти в Центр обслуживания потребителей для подписания завершающих документов и так далее. Сетевая компания свои обязательства выполняет, так как у нас в городе одна из самых развитых инфраструктур сегмента энергетики. Однако нередко случается нарушение договорных обязательств со стороны потребителей. Бывает так, получив техусловия, человек не приходит для завершения процедуры, при этом неизвестно, подключился он к электрическим сетям или ему не нужна заявленная мощность. Энергетики подчеркивают, чтобы завершить процедуру технологического присоединения, необходимо подписать три документа. Акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении, акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Если этих документов нет, договор технологического присоединения не исполнен. А это может привести к судебным тяжбам по исполнению или расторжению договора в принудительном порядке. К тому же придется возмещать сетевую организации судебные расходы по делу. Чтобы этого избежать, процедуру тех присоединения необходимо завершить. Если у потребителя на руках договор тех присоединения с неисполненными обязательствами с его стороны, у него два варианта. Первый вариант. Если мощность для него необходима, она востребована, то он обращается с заявлением в Центр обслуживания клиентов, что все технические мероприятия, предусмотренные тех условиям, выполнены. Соответственно, приезжают специалисты Кубанинерго и выдают документы на подключение сопутствующее. Если этот договор уже не актуален, то он обращается с заявлением в свободной форме, где говорит или просит нас расторгнуть этот договор в досудебном порядке. Энергетики поясняют, что расторжение договора вовсе не означает, что впоследствии вы не будете иметь право на подключение к электрическим сетям. В любой момент вы можете подать заявление и получите новые технические условия. По вопросам тех присоединения можно обратиться в один из центров обслуживания потребителей. Они есть во всех районах города. Адреса и телефоны на нашем сайте. К другим новостям. По просьбе жителей Центрального района глава города Анатолий Пахомов дал распоряжение о проведении специальной ярмарки, где все главы ТОСов и просто общественные активисты смогли совершенно бесплатно получить саженцы деревьев для озеленения своих придомовых территорий. Были приобретены около 500 саженцев, которые приурочены в высадке именно к дню города Сочи. Данную акцию поддержали жители, а также территориальное общественное самоуправление Центрального района города Сочи. Предварительно от каждого ТОСа в администрацию были направлены заявки с необходимым количеством деревьев и кустарников для озеленения. Все саженцы исключительно местные. Сочи, Краснодар, Туапсе. Помимо этого, в каждом дворе уже согласован план посадки и сформированы рабочие группы из активных жителей. Одними из первых саженцы примуса у жителей микрорайона КСМ. Там эти выходные общественные активисты не только высадили новые деревья, но и провели генеральную уборку придомовых территорий. Регулярные субботники и акции по озеленению придомовых территорий для жителей микрорайона КСМ давно стали традицией. А потому, чтобы подготовиться ко дню города, здесь хватило буквально нескольких штрихов. Жители микрорайона и председатели домовых комитетов очень активно берут эти растения, очень активно участвуют в высадке этих зеленых насаждений и благоустройстве своей придомовой территории, о чем вы можете посмотреть именно на микрорайоне, который очень сильно сейчас изменился. Помимо деревьев и кустарников, выделенных администрацией, свою лепту в озеленение вносят и сами жители. К примеру, Владимир Иванович Завгородний регулярно делится саженцами, которые выращивают на своем земельном участке. Сегодня это ростки экзотического дерева азимины. Это абсолютно новое дерево. Плодовое дерево с хорошим декоративным оформлением, лист красивый. Вот мы его начали сейчас высаживать. 9 кустов я сейчас высаживаю здесь. Для школы, для детского садика по одному. Всего в микрорайоне высадили более 200 саженцев. Столько же луковичных растений уже ждут своей поры цветения. Нарциссы и Лилия, перезимовав, должны взойти уже к первым майским праздникам. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи чествовали лучших работников центрального района. Церемония награждения жителей, внесших значительный вклад в развитие и процветание города, прошла накануне на площади искусств. Праздничное мероприятие под названием «В кадре Сочи» было посвящено предстоящему Дню города. А так как он проходит под эгидой года кино, то и атмосфера была соответствующая. Для жителей и гостей курорта была организована молодежная фотоакция «Ты оказался в кино». Все желающие могли запечатлеть себя в фоторамке с мимами и принять участие в интерактивных играх, где разыгрывались билеты на мультфильмы. Во время праздника работали различные творческие площадки, уличные художники давали мастер-классы, свои поделки представили городские ремесленники, прошли и интересные конкурсы. Правый, левый, правый, левый. Юные любители спорта приняли участие в веселых стартах. Эстафета проводилась среди дворовых команд Центрального района. Победители получили кубки и приятные подарки. Награды вручены были и жителям Центрального района, достигшим успехов в различных конкурсах и номинациях. Именно люди делают город необыкновенным, делают город незабываемым, делают город гостеприимным, делают город, который всем хочется возвращаться. А сегодня город Сочи – это мечта для каждого россиянина. Почетные грамоты от главы города и ценные призы получили представители районных ТОСов, управляющих компаний, Домкомы и сотрудники ЖКХ. Таким образом, были подведены итоги районного осмотра конкурса на лучшее благоустройство. После церемонии награждения состоялась концертная программа с участием творческих коллективов и джаз-оркестра. Финальным аккордом стал фейерверк. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». 19 ноября состоится торжественное построение казачьих расчетов и парадное шествие от Театральной площади по улицам Театральная, Курортный проспект, Паярка, Несебрская до площади Южного Мола-Морпорта. В связи с этим по маршруту будет ограничено движение транспорта с 9 до 11 часов 19 ноября. И к другим новостям. В Сочи завершается литературный поэтический конкурс. Он проводится во второй раз и посвящен Дню города. Да, накануне в Доме культуры Центрального района состоялся второй тур. Жюри оценивало выступления поэтов, авторов, песен и чтецов. На конкурс было заявлено 169 работ. Это не только стихи и песни о Сочи, но и рассказы о курорте, о его жителях, фотоснимки. А свое умение читать стихи со сцены демонстрировали учащиеся различных школ. Были и песни, причем некоторые из них исполнили сами авторы. Новогенская улица, рядом море, шумит и волнуется душа, поет, восхищается, и народ легко просыпается. Лауреат Грушинского фестиваля, а еще мама троих детей, Оксана Варушкина, не так давно живет в Сочи, но уже выразила творчески свою любовь к курорту. Говорят, чтобы город принял тебя, надо что-то сделать для него хорошее. Вот я пою для города Сочи, поэтому он меня принимает, и я очень люблю этот город. На конкурс было представлено 29 песен. Их оценивали признанные профессионалы. Чем больше напишут люди песен на нашем городе, возможно, больше шансов этих песен достигнуть своего зрителя, своего слушателя. Может быть, даже где-то за пределами города люди услышат эти песни, что послужит еще совсем не лишней рекламой дополнительной. Сочи город музыкальный, все знают, сколько замечательных авторов и певцов вышло из нашего города. В финал выйдут самые талантливые сочинцы, искренне влюбленные в родной город. Награждение финалистов состоится в зале органной камерной музыки в рамках празднования Дня города. Гелина Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. А в Лазаревском центре национальных культур завершается районный этап творческого конкурса «Хрустальный петушок». Проходит он по инициативе городской общественной организации «Лига женщин Муздобра» уже седьмой год подряд. На этот раз в районном этапе приняли участие более 50 лазаревских детей с особенностями здоровья. Праздник детства начался уже, что называется, с порога. Гостей и участников встречали любимые герои мультиков. Фойе, портреты участников и выставка их работ. Для тех, кто хотел поупражняться в декоративно-прикладном творчестве, организовали мастер-класс. Завораживающее зрелище, картины, нарисованные песком. Мальчишки и девчонки внимательно слушали наставления художницы и сами пробовали рисовать. «Хочу поприветствовать уважаемых наших участников, дорогих ребят, их родителей, всех гостей, которые пришли с нами разделить сегодняшний праздник». Городской общественной организацией «Лига женщин Муздобра» ежегодно проводится большая работа по поддержке семей, где живут особенные дети. «Мы одели детей к первому сентября в школу. Сегодня наш «Хрустальный петушок» – это помощь семьям, которым необходимо отправить детей на лечение. Это проведение новогодних утренников. И это малая часть мероприятий, которых я сегодня назвала». «Хрустальный петушок» – это, конечно, конкурс, но совершенно нестандартный. Здесь нет проигравших. Каждый участник – победитель. Победили эти талантливые дети в первую очередь себя и доказали всему городу, что их одаренность не имеет никаких ограничений. 19 ноября в центре Сочи состоится финал – большой праздник-бал, куда съедутся ребята со всех районов курорта. На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...